Субботник Чуть дальше от берега тоже кипит работа. На субботник пришли депутаты, представители администрации, молодой гвардии, партия «Единая Россия», жители города, решившие не оставаться в стороне от очистки любимого пруда. В основном пластик, бумаги очень много и пакеты целлофановые. И хочется, чтобы не мусорили люди, чтобы знали, что это загрязняет нашу окружающую среду. Мы хотим, чтобы в городе было чисто, чтобы город был уютный. Если человек не будет участвовать в таких акциях, то кто же, если не мы? За полтора часа работы силами примерно 40 человек с береговой зоны собрали более 25 мешков мусора. Однако сильнее всего засорен оказался сам водоем. Понимаю, что если бы я взял лодку, то я бы принес больше пользы всему этому мероприятию, потому что реально тяжело добраться до всего мусора, который выбрасывают наши горожане. Впрочем, такая идея посетила не только руководители художественной галереи. Резиновую лодку для организации уборки предоставил депутат Алексей Грибов. С ее помощью удалось поднять со дна массу неожиданных предметов. С лодки используем так называемые кошки, то есть цепляем с лодки и вытаскиваем на берег. Сегодня улов у нас получается, это порядка где-то 12 колес, мангалы, которые люди, которые жарят на берегу, бросают зачем-то в водоем. Необходимый инвентарь участникам для проведения уборки, в частности перчатки, мешки, грабли, предоставила администрация города. Ее же представители совместно с партией «Единая Россия» выступили организаторами субботника. Работаем в рамках партийного проекта «Чистая страна», продолжаем это на территории городского округа Лобня. Это второй субботник по очистке водоема. В данном водоеме, так же, как и на пруду возле станции, присутствует много мусора бытового, покрышки, колеса. Интересно, что субботник на Москвиче совпал сразу с несколькими экологическими праздниками. Всемирным днем охраны окружающей среды, днем эколога и международным днем очистки водоемов. В Московской области по такому случаю даже устроили экологический забег, участники которого, передвигаясь из точки А в точку Б, очищали территорию от мусора. В Лобне следующим водным объектом, где запланирована генеральная уборка, должна стать речка Лобня. Никита Панин, Константин Петров, Денис Рокин, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.